Вы смотрите новости и мы продолжаем. В громком преступлении, которое в октябре прошлого года прогремело на весь Казахстан, наконец поставили точку. В Петропавловске вынесли приговор подсудимым по делу Игоря Нанаева. За жестокое избиение баскетболиста пятерым фигурантам дела вынесли приговор. Сколько проведут за решеткой молодые люди, расскажет Ольга Файзулина. В городском суде завершили рассмотрение громкого дела об избиении баскетболиста клуба «Барс» Игоря Нанаева. После той роковой ночи он скончался в больнице, не приходя в сознание. Обвинительный прокурор просил назначить подсудимым от 8 до 11 лет лишения свободы. На скамье подсудимых 5 человек. Единственный, кто признал свою вину в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшим смерть, был 22-летний Динаш Кайбаров. Ему назначили 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Остальным на год меньше. Значит, Оскерову наказание по статье 293, часть 2, пункт 1, 2 в виде 2 лет лишения свободы, по статье 106, часть 3 ГРК в виде 8 лет лишения свободы, окончательно назначить 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 8 лет проведет в колонии ибо уржан Макатов, несмотря на то, что после примирения сторон с него сняли обвинение по одной из статей. В солидарном порядке с осужденных взыскали около 3,3 миллионов в тенге в качестве компенсации, материального ущерба и морального вреда. Родственники и друзья осужденных в зале не могли сдержать слез. Решение суда им показалось очень суровым. Вверх пойдем мы. Никакой. Я завтра поеду в Астану. Адвокаты подсудимых собираются подавать апелляцию. Мы считаем, что осудили неверно, незаконно, то есть без доказательств на то. Как мы уже говорили, есть лица неустановленные. Когда имеются лица неустановленные, если говорится о группе лиц, неустановленные лица, вопрос возникает. А не они ли? Не от их ли удара погиб Нанаев? Приговор в законную силу пока не вступил. У подсудимых есть 15 дней для его обжалования. Ольга Файзулина, Жултсбекер Муканов. Новости МТРК.